Микс Ньюз Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком И еще раз говорим всем добрый день Здравствуйте дорогие наши слушатели Начинается программа Люблю лайф Главный редактор журнала Люблю Доброе утро И мы обсуждаем свежий Толстенький, упитанный К лету, к празднику Мы поднабрались жизненной энергии Расширились до 64 страниц И журнал Люблю Вот он уже встречает вас в киосках Яркий, желто-зелено-розовый Пестрый Ну и говорим мы естественно о том Что лето пришло, слава богу Тепло, солнце Праздник скоро Будем отмечать день летнего солнцестояния Обычно говорят, что только в Латвии Есть такой праздник Лигу Но на самом деле, если разобраться Слушайте, и древние славяне Отмечали этот праздник И на севере жители тоже отмечали Да, 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 очень многие отмечают Потому что, я так думаю, что день солнца Самая короткая ночь Там так много романтики Там так много энергии в этом празднике И несмотря на то, что сейчас Ну вот трудное время Этот карантин И непонятно, как мы выходим из него Призывают встречать чуть ли не дома Да, да, да И, кстати, в этом году не будет в Лиге Празднования обычно А ведь, кстати, до Ушакова ведь тоже не было Не было, не было Все-таки, давай, да, будем Ну, объективными Все-таки именно благодаря Ушакову Стал народ выходить на набережную Отмечать этот праздник широко Было классно Мы тоже ходили пару раз Очень широко и здорово отмечали В Юрмале тоже И многие наши читатели Рассказывали нам об этом И я сама вот гуляла по побережью Огромные костры ставили, все В этом году ничего такого не будет И костры можно сжечь разве что дома В вазе, в камине Особенно не перестарайтесь Да, 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 будьте осторожны Но никто не запрещал Не было никаких штрафов, ни разговоров Выходить на природу Плести венки, например И я вот очень призываю тех, кто нас слышит Дамы дорогие Выйдите в поля и леса латвийские Сейчас все цветет Такой удивительный период в этом году Что одновременно цветут практически все цветы Которые, ну, не так часто Знаешь, как в сказке 12 месяцев Помнишь это? Вот очень многие цветы встретились Еще и сирень И уже маки И чуть ли они Какие-то еще последние есть дуванчики Ну, каким-то волшебным образом Очень много цветов встретились И можно сделать очень-очень красивые букеты Мы в нашем журнале Целый разворот посвятили мастер-классам И объяснению Зачем венки плетут Зачем букеты составляют Как это надо делать Венки можно плести И женские, и мужские И не только для людей с именем Янис или Ян Но и для всех дорогих, любимых мужчин в семье Потому что вот эти вот венки Они все имеют сакральное, магическое значение Они запускают жизненные соки, энергию И вообще сделают что-то волшебное И в этот праздник и может быть и дальше Потому что, как мы знаем Традиций было много И если древние латыши, древние славяне Приготовление свои вели Ну, за несколько дней То, в общем-то, никто и нам не помешает Заранее как-то подумать о том Что мы будем собирать на стол Чем мы будем угощать свою дорогую семью Или гостей, если мы приглашаем Можно с утра как раз-таки пойти в поле Собрать вот эти волшебные цветы Травы, сделать венки, букеты, украсить дом А потом уже, как обычно, к столу Можно самим сделать даже янов сыр Потому что у нас есть Посмотри, Олег, какой красивый рецепт Ой, прям сейчас долистаю до него Да, домашний яню сыр можно приготовить И очень, оказывается, много есть вариантов Ну, вот мы приводим такой самый традиционный Не так, чтобы это прям вот ужасно-ужасно сложно Время приготовления 40 минут Ну да, потом он должен настояться Провисеть какое-то время В таком специальном, как бы, вот таком марлевом коконе Ну, объясняется подробно Все можно сделать И еще лично я обратила внимание Я даже думаю, наверное, надо проэкспериментировать В этом году Приготовить не просто шашлык Который, ну, как говорят, в шутку Уже стал нашим таким национальным латвийским блюдом Несмотря на то, что... Так самое смешное Мы, когда... Вот у нас есть программа Маза Кумтау Тибас Там приезжие, по-моему, из Индии Вот была женщина Мы ее спрашиваем Какое национальное там блюдо Вы латвийское готовите? Она там смеется, говорит, шашлык Ну, пожалуйста Да, то есть, правда, стал национальным блюдом Ну, вот у нас есть еще рецепт Свинина с рабарбором Вот это прям... Да, и вот прям вот скажи И выглядит, и звучит Вот прям как-то так вот хорошо С рабарбором и сезон Надо сказать, что Рабарбор, он же Ревень Тоже имеет, ну, такой определенный сезон И по старинным латвийским преданиям и легендам И врачи подтверждают Мы спрашивали Действительно разговаривали с диетологом Нашей знаменитого Литы Наймана на эту тему О том, что, ну, вот не стоит после Лига Все-таки налегать на рабарбор Какая-то в нем... Я не биолог Но в нем образуется какая-то, ну, повышенный процент Определенные вот кислоты Которые, ну, как-то уже не очень хорошо Так что, ну, что, ловим момент Едим сейчас Да, едим сейчас Готовим пироги, компоты, квасы Вот свинину с рабарбором И наслаждаемся прекрасным столом На Лига стол должен ломиться Янова ночь, несмотря на то, что она такая короткая И такая очень бурная Там и костры И, значит, прогулки Пороси И прогулки в лес За цветком папоротника Кстати, между прочим Раз уж у нас, как говорится, такой с вами разговор вышел Насчет цветка папоротника Вот, Олег, как ты думаешь Мы докопались через старинные традиции К такому вот, как у большинства ритуалов Он имеет очень Такое вот утилитарное И очень такое вот жизненное объяснение Что это за феномен? Есть у тебя версии? Я абсолютно без всяких версий Даже не знаю, что это такое Вот какой-то интеллигентный все-таки человек В чем я никогда и не сомневалась Так вот, рассказываю всем тайну На самом деле Эта традиция Вот ухода в поля и в леса Так сказать, со случайно Рандомно выбранным партнером Как сказали бы молодые люди современные Это аналог нашего сегодняшнего В 21 веке Такого как бы Искусственного обводотворения Да, на самом деле ты все знал Ты просто так шутил Да-да-да Потому что в старинные времена Конечно, проблемы с деторождением Были точно такие же, как и сейчас Ну, люди-то не меняются Ну, может быть, там Экологическая обстановка в целом Но нет И, конечно, в паре тоже могли возникать Проблемы с детьми Но если современные люди Могут, имеют точнее Если есть желание иметь детей Какое-то, ну, очень много вариантов Решения этого вопроса То там, ну, особенно никуда Не разбежишься И это для того, чтобы все-таки Не разбивать очень такой Ну, как бы выстроенный тщательно Институт семьи Ну, все-таки, да И в языческие времена И потом уже во времена религии Никогда не поощрялась, так сказать Вот моногамность в семье Давали один день Вот такая индульгенция была на этот день Когда муж не спрашивал, где жена провела эту ночь И если действительно в семье был какой-то Ну, вот такой вот нерешенный вопрос А дети были очень нужны Они же были помощники в хозяйстве Там, кормильцы пожилых родителей и так далее Да, была такая вот законная возможность Вернуться, через 9 месяцев родить ребенка И никто не спрашивал Все страшно веселились и говорили, что вот Папоротник помог Почему нет? Ты знаешь, довольно мудро, на мой взгляд Да, да И если, так сказать, медицина не могла помочь Ну, вот помогали себе, как могли Ну, вот таким вот образом И тут еще гадания всевозможные И на венках, и на дереве, и во сне И во сне даже Вот можно лечь спать в венке Не потому, что через чур выпил много кваса А вот потому, что это специальное гадание такое проводится Покупайте журнал «Люблю», узнавайте Как именно надо ложиться спать в венке Или как его бросать на дерево Или запускать в реку или в море Но лучше, конечно, вот все-таки Единственное себя ограничивать в употреблении алкоголя Да Потому что, ну вот здесь Я уже перелистываю к началу Да Может быть, вот перебрасывая мостик Один известный российский артист Оказался сейчас, ну, действительно в трагической ситуации Вы очень тяжелый, да Речь идет о Михаиле Ефремове Все, конечно, сейчас обсуждают эту ситуацию Кипит интернет всеми видами мнений Очень многие его обвиняют, проклинают Очень многие сочувствуют, соболезнуют тому, в какую ситуацию человек попал Ну, да, потому что мне кажется, что с одной стороны виноват все Но с другой стороны, вот страшно сказать Но на месте вот Ефремова Но ведь вот если даже вот взять лиговую Ночь лига Сколько людей садится пьяными за руль Ну, выпив там Выпив лишнего Выпив и наоборот Ну, так сказать, войдя в раж Желая показать Смотрите, как я могу Смотрите, как я умею И все на свете И смотри, ведь всегда ваша радиостанция призывает Да, и госполиция обращается через радио Ко всем накануне праздников Пожалуйста, следите за собой Или если в компании появляется такой Ну, как бы человек в измененном состоянии Который уже не очень понимает Но при этом очень хочется ему каких-то приключений Есть проверенный жизнью способ О котором говорят все врачи Наркологи, все полицейские Которые с этим связаны Надо у него просто Забирать ключи Вот втихаря Из кармана Из пиджака Если вы видите Где у человека ключи Он, конечно, будет всех проклинать Возможно, он будет там кричать Там крушить мебель Но на следующее утро Он скажет спасибо, конечно Потому что вы спасете жизнь И, скорее всего, ни одному человеку То есть не только тому Кто сядет за руль машины Или мотоцикл И куда-то понесется Но и это будут спасены те люди Которые ему встретятся на дороге Вот так же, как в случае с Ефремовым И вот смотри, да, мы тоже приводим Примеры, высказывания Очень много его друзей стали говорить Дети, естественно Ну, то есть к ним тоже Российские СМИ обращаются Ну что? Ну, это ужасно Ну, это действительно ужасно При том, что он был человек неоднозначный Смотри, вот тоже целый разворот Мы посвятили Ну, опять-таки, раз уж такой повод Мы посвятили Тут вот Женам Коротенечко, да Экскурсу в его личную жизнь Ну, не просто было всем этим женщинам В данный момент находится официально В пятом браке Вот У него Послушайте, шестеро детей Ну, в общем, там много всего Пять браков, и там, в принципе, вот говорят о том Что, несмотря на пятый венчанный брак у него В данный момент у него тоже роман Да, и что тоже можно, наверное, как-то объяснить тем Что жена, даже, да, несмотря на венчанный брак Троих детей, ну, не очень взрослых Потому что подростки, маленькие дети Вот эти у него последние трое Вот Но жить с ним нелегко, конечно Ну, я не знаю Мы видели неоднократно Михаила Олеговича в Юрмале В некоторых ресторанах известных Юрмальских Ну, да Я вот честно могу сказать, что в трезвом виде Видела нашего Прекрасного актера только на сцене В миру, так сказать Ну, вот нет Ну, что делать Тяжелое, конечно У меня вот лично возникает всегда вопрос Ну, как же так Я понимаю, что люди, ну, как бы вот в таком состоянии Наверное, не хотят лечиться И с ними трудно выйти на контакт Ну, как же все-таки так получилось, что никто Ну, ни сын, ни, там, не знаю, невестка, дочь Ну, много было жен Вот как так его никто не привел все-таки, да В клинику Есть же, как бы, очень хорошие способы И общество анонимных алкоголиков Которые очень помогают людям Ну, вот как так получилось Сейчас, ты знаешь, еще многие проводят Вот, например, параллели с Высоцким Да, вот еще Ну, про людей, про которых мы знаем Что они, ну, вот тоже у них был этот недуг Ну, жалко всегда Как-то жалко Досадно Вот меня прям злость берет Я думаю, что же человек такой талантливый И так вот загубил свою жизнь Ну, вот будем надеяться все-таки Что эта трагедия станет очень серьезным уроком И, может быть, все-таки жизнь изменится Да, возможно, как-то он Ну, вот уж, скажем, когда вот так вот по башке Прилетает от мироздания Наверное, человек делает какой-то вывод И его жизнь будет абсолютно точно изменена Ну, пусть живет Ну, просто пусть тогда уже смотрит на то Как она его будет продлеваться Неизвестно, выйдет ли он еще когда-либо Ну, к людям на сцену Тюрьма, монастырь Что его ждет Никто не знает пока Его, кстати, друг Иван Ахлобыстин Очень, ну, вот не один раз уже высказался в сети О том, что он знает, что никто его не накажет Так сильно, как он накажет себя сам Вот Ну, говорит тоже о том, что да, это смертный грех Все-таки Ахлобыстин человек воцерковленный Работавший священником Я думаю, что, возможно, он что-то знает О чем пока не говорит Возможно, есть какие-то вещи О которых они действительно говорили Будучи близкими друзьями Ну, мне вот всегда даже страшно Вот заглядывать вот в эту жуткую бездну Потому что мне кажется, что вот В самом деле Оказаться виновным смерти человека Это страшный грех Это может быть абсолютно по-разному То есть вот у тебя может, условно говоря, с балкона Улететь горшок с цветами на голову прохожего А внизу кто-то шел, например То есть это, ну, вот я просто к тому Что это может произойти с самым роковым случаем Да, да, абсолютно точно Тем более на дороге сейчас Когда такие мощные автомобили Да, я, кстати, сама, когда еду за рулем Или когда я в качестве пассажира еду рядом С агрессивным водителем Иногда в такси встречаются Вот я могу прослыть занудой Но я всегда делаю замечания Если человек как-то высказывается Потому что я говорю Вы не знаете, кто сейчас за рулем Может быть, этому человеку действительно Очень плохо Или ему больно Или вот, знаешь, любят там вот Ругать женщин за рулем Боже, как она едет Но мы ничего не знаем Может, она едет в больницу Может быть, с ней еще что-то происходит Да, то есть надо вроде как-то быть Ну, терпимее к происходящему И самому стараться максимально бережно Относиться вот к участникам всем движения К тем же велосипедистам Которых, например, летом становится больше Это дети Да, наверное, они вас раздражают Ну, подростки на велосипедах Или на этих электросамокатах Ну, с другой стороны Хочется сказать Ребята, если ты уже едешь Действительно на огромной мощной машине Будь бережнее к участникам движения Которые едут на велосипедах и самокатах Они ничем не хуже тебя Они, ну, может быть, менее внимательны Ну, возьми эту часть ответственности на себя В этом нет ничего плохого Ну и продолжая вот листать журнал Хочется... Ой, я тут вижу свою любимую Замечательную Татьяну Друбич Прекрасную, да Я помню, что когда она приезжала Вот когда-то еще на Балтийскую жемчужину И были вот Меня поражало То, что был там мастер-класс Вот сейчас я боюсь соврать Кто из режиссеров его давал И меня поразило Что, ну, вот многие журналисты Вот пришли посмотреть Меня поразило, что она сидела Тихонечко Ну, то есть она тоже пришла И вот как Как зритель она пришла, да Ну, вот именно как зритель Да, да, да Не как участник И вот она сидела с тетрадочкой И вот записывала То есть я поразился тому Что человек не перестает Ну, как бы учиться То есть ей было, я понимаю Это очень важно и интересно В то же время она не хотела Отвлекать людей вниманию То есть она села в самом уголке Чтобы на нее не Ну, не отвлекали Да, да, да То есть насколько это было все-таки Ну, удивительно, ну, деликатно И в то же время я понял Ну, какой-то штрих Который поразил меня в этом человеке Который ее очень характеризует, конечно Ну, вот и здесь такое длинное интервью Ей 60 лет Исполняется юбилей Вообще трудно, кстати, представить Думаешь, боже мой, да Она какая-то такая Очень такая хрупкая Кажется, вечно юная такая Ну, красивая и прекрасная, конечно, женщина Вот, но Тут вот есть фотографии у нее Замечательная дочь Которая давно уже, конечно, взрослая Живет в Америке Пианистка очень талантливая Очень интересная Вот Судьба ее складывалась Ну, тоже так, наверное, как у всех творческих людей Как-то так Рывками Был вот период любви с Ну, выдающимся режиссером Соловьевым Который, по-моему, в книге только мемуаров Наконец-то Он признался, что В принципе, они сошлись Когда она Татьяна Друбича была в том возрасте В котором вот сейчас бы Соловьев просто Статья Да Просто сразу статья Да И вот она здесь тоже не называет возраст Но мы все понимаем, что ему было 30, ей 15 Ну, все-таки два раза Он был взрослее нее И она была совершенно юной девушкой Получается, знаешь так Вот в 19 веке Это нормальный возраст брака То есть, ну, как бы, да, действительно, все хорошо Вот, пожалуйста, выходишь там За князя там какого-то И отлично, и здорово, и прекрасная пара Вот, потом как-то все вот Поменялось Поменялось Да Вот, и в их время еще как-то Ну, просто не очень говорили об этом Ну, а в наше время так вообще Да Ну, в общем, любопытно так получается Очень хорошее такое интервью Ну, интервью, да И она очень, я говорю, она такая очень искренняя Она очень много говорит о том Почему же все-таки вот так в жизни ее сложилось Что она не стала профессиональной актрисой Она рассказывает о периоде о том, когда она работала врачом Они, оказывается, до сих пор поддерживают отношения с однокурсниками Ну, не знаю Мне кажется, она, безусловно, актриса большого таланта При этом она долгое время работала эндокринологом Потом она вынуждена была заниматься бизнесом Об этом тоже рассказывает Но тоже в этой вот хрупкости Есть очень много вот такой стержень Вот присутствует, да Вот, и это чувствуется во всем интервью И, ну, очень любопытно Действительно, она такая необычная Ну, и заодно, я думаю, что будет повод Фильм «Аса», например, пересмотреть Как мне кажется, всегда есть пару часов времени Когда неплохо было бы пересмотреть этот фильм Замечательно Да, и вообще мне нравятся все ее фильмы Фильмы с ее участием Да Ну, и очень тут любопытно Я уже смотрю про историю Зингеров А, красавец-мужчина, скажи, да? Какая борода? Какая у него борода? Да, просто роскошная И сама ведь это была революция практически Мне кажется, вот в обществе Потому что появление вот этих машин Которые позволяли шить женщинам И самим себе создавать какие-то платья, наряды Это все было настолько удивительным И смотри, то есть он, получается, перевернул целую отрасль То есть он ее перевел на совершенно другой уровень производства Вот эту швейную отрасль И его гений состоял не только в том, что он улучшил То есть он изобрел очень важные детали в этой швейной машине Но на самом деле он, будучи актером Он в юности, он достаточно долго кочевал по Америке С такой бродячей труппой И работал там и клоуном, и аниматором, как бы сейчас сказали А актером Он, безусловно, был невероятно талантливым маркетологом Да Он просчитывал презентации вот этих машинок своих До мелочи Он был первым, кто придумал невероятную рекламу В магазинах он сажал девушек, которые побеждали на конкурсах красоты Которые, так сказать, в режиме нон-стоп Шили на его машинке, сидя в этих огромных витринах Привлекая, естественно, внимание и мужское Которые любовались вот этими прекрасными девушками И женское, которые смотрели, что она делает и как она делает Представляешь, какой удивительный вообще талант Создать целое рекламное шоу Никто до него этого не делал То есть это было его открытие И тут еще факт То, что действительно Зингер и машинки стоили очень дорого И он добился того, чтобы можно было покупать в рассрочку Причем расплачиваться можно было там совершенно Очень длительное время И в складчину можно было покупать И несколько семей могли То есть это все вот тоже популяризировало эти машинки И давало возможность Ну просто сделать их абсолютно массовыми Когда это стало массовым явлением Это действительно изменилось Мир просто стал другим В те времена все швейные машинки были Зингер Ну то есть был такой период, когда Зингер был Именем нарицательным так же, как сейчас Ксерокс, допустим Ну вот они все были Зингеры И надо сказать, что у меня тоже есть воспоминания детства У моей бабушки, естественно, была такая машинка И у твоей была Ну вот видишь Причем, ну вот эти такие с ножным приводом Вот с этим столиком совершенно таким вот С этими вензелями золотыми Волшебная совершенно Ручка крутилась Да, ручка крутилась Такой притягательный, я помню, очень такой предмет И как-то вот очень было любопытно Что там бабушка какие-то чудеса творила на этой машинке Ну классная такая штука И, как выяснилось, вообще, конечно История вот таких вот личностей Когда читаешь, поражаешься Это что-то невероятное Он, у него было огромное количество жен, детей И когда он уходил в мир иной Естественно, все, ну, очень долго ждали Что же там в этом завещании Что там в этом завещании Он оставил невероятное наследство По тем временам Абсолютно невероятно Это более 8 миллионов долларов Если сейчас пересчитать Это более миллиарда Ну, в общем, достойное, скажем так, состояние Так вот, представь себе В завещании были перечислены Все 24 ребенка У него было 24 ребенка Всех жен и даже всех любовниц Поименно и напротив каждого Вот что значит еврейская щепетильность Он указал сумму И предмет, который достанется Этому человеку из его Вот у него там замки Ну, понятно, там коллекции, там картины Там предметы искусства и так далее Вот у него все было по списочку указано Ох, какой Молодец! Ну, конечно, все равно все переругались Тут же стали суды Тут же стали разбираться, кому что досталось Ну, весело Ну, я думаю, что вот для 19 века Зингер был Стивом Джобсом Вот того времени Да, да Ты знаешь, я думаю, я с тобой тоже соглашусь Он сделал что-то, чего не было в принципе То есть какую-то абсолютно такую вот Революционно новую вещь Которая повлекла очень многие перевороты В сознании и в промышленности Ведь то же самое сделал Джобс, ты прав Потому что это переворот и в сознании человека Да, он же говорил Я сделал не просто телефон Я сделал вещь, которая будет вам с этим необходима Ну, так и он как воду глядел Вот мы все Спасибо вам, товарищи Да, то есть, ну, вот можно почитать о таком человеке Который перевернул мир Ну что, дальше у нас много разной практической пользы Тут у нас летняя косметика Объяснение, зачем пить воду Ягодная диета Ну, кстати, ягоды действительно Сейчас же сезон Можно вперед Садиться на диету не только полезную, но и вкусную Психологические советы о том, как разговаривать с подростками Что делать со своей тревожностью Боже мой, он вырастет дворником, станет Ну, нет Отвечают мудрые психологи Если правильно разговаривать Можно выяснить, что он хочет Этот ребенок И даже упражнения специальные даются О том, как можно справиться со своей тревожностью И, ну, не стать таким уж прям Не знаю, токсичным для окружающих человеком Ну и тут я смотрю Очень интересный материал по дышам Солью Вот в соляные Пещеры, комнаты Комнаты, которые часто используются И в различных санаториях Вот как это В чем эффект лечебный всего этого дела Что делать, да, с этим И вот уже В течение многих месяцев И особенно летних Мы делаем специальные детские странички Идете на пляж Не забудьте зайти в киоск И вместе с мороженым Прихватить журнал «Люблю» Потому что там есть раскраски для детей Есть детские странички Кроссвордики Головоломки Загадочки То есть что-то такое Что отвлечет Вашего внука Или деточку От, естественно, от телефона Куда же денешься И что посмотреть вечером Тут Вот, ты знаешь, да Очень хорошая подборка Я очень довольна тем Что мы вспомнили Десять фильмов О великих художниках Лето сейчас Дети на удаленке Мы их сами Посадили за компьютер И разрешили им проводить Там целые сутки Ну так пусть они хотя бы проводят Это время, наверное, с пользой И есть фильмы Которые, безусловно, посмотрят Ну, по крайней мере, уже такие Ну, более-менее подросшие Подростки, тинейджеры Очень интересные Фильмы О Пикассо О Ван Гоге О Гогене Ну, я говорю Очень такая серьезная работа Ну и, кстати, вот Грех В картина Андрея Кончаловского Которая Самый вот его Свежий Фильм прошлогодний Да, кстати говоря Прошлогодний тоже Вот сюда В эту подборку И Ну что Я хочу сказать Лето на дворе Конечно, все хорошо Но есть такие Всякие вот неприятные вещи Типа комаров, мух И вот этих Прочих насекомых Ну так с ними тоже Можно справиться Договориться Ну да По крайней мере Как-то там Себя обезопасить Или потом Себя подлечить Вот у нас тоже Большая такая Подборка На целый разворот О том Как можно справиться С этими Летучими Ползучими Кусачими И вообще Всякими Разными Летучими Тварями Но не только Пшикалки Которые, конечно Везде продаются Они все-таки Химические Кто его знает У кого-то аллергия Кому-то просто Это все очень неприятно Запах Руки Мыть И так далее Ну вот Есть народные Способы Листья базилика Оказывается Смертельно опасны Для комаров И они это чувствуют И не прилетают Я вот например Понятия не имела Я абсолютно даже не знала Что оказывается Да Если можно сделать Вот этот вот Базиликовый Настой И смочить Ватку или марлечку И протереть там Руки Лицо И шею То комары Не прилетят Вот я вот реально Попробую Потому что У меня аллергия на комаров Мне они очень не нравятся А базилик Сейчас лет И сезон Точно есть в каждом доме Так почему бы И не попробовать Шишки оказывается Достаточно добавить В костер И они тоже отпугивают Комаров Оказывается Вот такие вот Всякие интересные советы Будем сжечь костры На лига На выходных Когда угодно Мангалы Шашлыки В конце концов И почему бы И не попробовать Какие-то Или вот например Ванилин Представляешь Оказывается Комары Тоже вот Если сделать Такую ванильную воду И пахнет приятно И пшикать можно Но все-таки Поприятнее Чем вот эти Химические Вот такие Они противные И опять-таки Если есть дети Пожилые родители Бабушки Дедушки Ну вот не знаю Мне кажется Лучше ванилин Кремику добавить Или действительно Базиликовую травку Какую-то сделать Чтобы потом Попшикать И до шишек Набросать Чем вот С этими Всеми А ну вот И травки сухие Пригодятся Которые мы Пойдем Собирать В самый длинный день И в самую Короткую ночь Как мы уже Предлагали И делать Букеты Из лекарственных Трав Которые потом Зимой Будем Использовать Нюхать их Вдыхать Приятный аромат Вспоминать Это замечательное Лето 2002 года 2020 года Да Слушайте Я посмотрела Да Вспоминать тоже Не было еще Никаких тут Ни коронавирусов Ничего Ну и тут СОС-советы Например Если все-таки Укусил вас Или комар Или вот Не дай бог Там пчела Или оса Что нужно делать Здесь Да Мы много пишем О природе О дачах Потому что Ну что В этом году Юрмальского сезона Не будет Как такового Массовых мероприятий Несмотря на то Что сейчас Очень много идет Разговоров о том Чтобы разрешать На улице Массовые мероприятия Пока еще неизвестно Что с ними будет Организаторам Мы от всей души Желаем конечно Ну не растерять Энергию Пыл Пожалуйста Возвращайтесь к нам С гастролями Со спектаклями С концертами Мы скучаем Мы придем к вам Напишем про вас И наши читатели Слушатели Зрители Вернутся обратно Ну а пока В леса В поля Дорогие радиослушатели И в киоск За журналом Люблю Спасибо большое Это была программа Люблю лайв Инна Амина была В нашей студии До новых встреч До встречи